Сотрудники крупнейшей фармацевтической компании «Химок» собрались, чтобы выдвинуть свои инициативы по улучшению родного города и присоединиться к движению общественной поддержки «Химке интересно жить». На собрание были приглашены лидеры движения Елена Андреева, Татьяна Кавторева, Ирина Беляева, Николай Томашов, Глеб Демченко, Инна Монастырская и Артур Каримов. Основная повестка – социальная сфера. Это и вопросы благоустройства, и транспортной доступности. Вышли с очень интересной инициативой организация нового сквера. Мы обсудили, каким образом можно ее разместить на сайте, если она будет поддержана горожанами. Я уверена, сквер появится в «Химке». Участники круглого стола отмечают, что эта встреча была особенно интересной. Работники трудового коллектива выдвигали множество значивых инициатив. Одной из инициатив, например, была репинская развязка, регулировка именно светофора. Его необходимо отформатировать, откорректировать для того, чтобы работа данного светофора была увеличена по времени, чтобы люди могли передвигаться с одной стороны моста на другой. Круглый стол принял формат диалога с жителями. Сотрудники фармацевтической компании рассказали лидерам движения общественной поддержки о многих актуальных вопросах развития округа. Вы знаете, такие встречи очень полезны, потому что, общаясь с различными коллективами, мы гораздо глубже окунаемся в атмосферу каждого коллектива и узнаем о совершенно новых проблемах, которые неочевидны для нас, как для жителей города. На встречу было выдвинуто множество инициатив, которые позже появятся на сайте Хиш-онлайн, чтобы жители округа могли выбрать и проголосовать за наиболее значимые, по их мнению. Субтитры создавал DimaTorzok